В первую очередь, что касается названия доклада, поворота с опусу, как сныщение украинской науки, попрошу поправлю украиномовные и еще все-таки, наверное, не науки, хотя в названии я действительно написала, наука гуманитаристики, потому что я представляю гуманитарные науки, конкретно философию. То есть вот такая узкая сфера, если брать наше позиционирование, вот Science, Social Sciences, Humanities and Arts, вот узенько Humanities, вот то, о чем я говорю, кто я и что я, собственно, представляю. При Институте философии, при Украинском философском фонде с партнерством ряда философских факультетов по всей Украине мы занимаемся разработкой портала, проекта, который называется Ukrainian Index of Philosophy и который задумывается как национальный реестр научной активности. Сейчас я о нем скажу. Подробнее, какая вот мне показалась здесь специфика большей части докладов. То есть, во-первых, мы здесь, ну, большая часть докладчиков, которых я успела слышать, говорит о науке вообще. То есть вот Science какой-то общий без разделения на какие-то области, хотя в каждой области есть вся специфика и, в частности, ярко выраженная специфика есть в гуманитаристике. Второй момент, если мы говорим о каких-то индексах, системах цитирования, индексации, мы говорим о международных системах иностранных, ну, по вполне понятной причине, практически полного отсутствия их в Украине. Третий момент, мы говорим о преимуществах индексации и проникновения украинских ученых вот в это международное пространство. То есть это и рост уровня коммуникации, и рост представленности украинских ученых и так далее в мире. Выход на международный уровень. И, наконец, так, да, и вот эти три момента. Что я попытаюсь сейчас сказать? Во-первых, я попытаюсь говорить узко о гуманитарных науках, а не о науке вообще. Во-вторых, я постараюсь набросать схему возможностей, а, возможно, и необходимостей украинского и, более того, отраслевого индексирования. Возьмем пример, там, российский ринз и так далее. А также именно в узкой области, в гуманитаристике. И я скажу о недостатках, которые я и мои коллеги видим в тенденции перевода вот сейчас с украинской науки, мотивации для украинских ученых работать на международный, скажем так, рынок. Значит, да. А что мы там делаем? Вот предыдущий докладчик тоже об этом говорил, я продолжаю тему. То есть, фактически, мы тут говорим о каком-то таком идеальном науковом пространстве, где вот все ученые готовы писать качественные статьи международного уровня на английском языке, поголовно имеют средства от университетов, которые готовы заплатить там тысячу долларов для того, чтобы эта статья была опубликована в международном издании и так далее. То есть, такая идеальная ситуация, которая, ну, я надеюсь, у нас когда-то будет, но будет, скажем так, в достаточно отдаленной перспективе. И поэтому я выделила четыре проблемы, которые нас, собственно, и побудили заняться разработкой портала, над которым сейчас мы и работаем. Я буду очень кратко говорить, тут все есть на слайдах. Первым делом я скажу все-таки о том, что, ну, уровень владения иностранными языками у нас, скажем так, оставляет желать лучшего. В данной аудитории, я понимаю, присутствует, так сказать, авангард науки, которые действительно имеют отношение к международному научному сообществу и к языкам и так далее. Ну, фактически, ну, это картиночки, диаграммы от Института социологии, 14-й год. Они представляют знания английского языка, вот, в загалине. Естественно, в науке как бы считается, что ситуация получше, и, наверное, в технических и так далее науках она действительно получше. В гуманитаристике, вот, как человек, который внутри, ну, я скажу, что ситуация, если лучше вот этого вот, где английские владеют полтора процента, а остальными меньше, ну, она плюс-минус такая же. Вот похожие данные от престижной рекординговой компании киевской. То есть, ну, в принципе. И теперь вот мы переходим до требований. Для защиты диссертации кандидатской мне надо подготовить, там, такое-то количество статей, опубликованных в международных базах данных. Для этого мне нужно написать, как минимум, аннотацию на английском языке, а часто еще и порой до двухстраничных резюме моего текста. Что мы из этого получаем? Два результата я выделяю. Первое, вычеркивание подавляющего, ну, на сегодняшний день действительно подавляющего числа специалистов из числа легитимных представителей науки. То есть, они не в состоянии этого сделать, причем они могут быть отличными, компетентными специалистами, но, вот, я заколыбая. Второй момент, те специалисты, которые в состоянии подготовить две страницы резюме на английском языке, но вот те тенденции, которые вот у нас сейчас в сообществе я замечаю, вопрос с вами следующим образом. Для чего я буду писать две страницы своего, переводить две страницы своей статьи на английский язык, чтобы опубликовать ее в украинском журнале. Я ее отправляю сразу в англоязычное издание, то есть я ухожу фактически с украинского рынка научных изданий. Ну, мне неинтересно дублировать свою работу, мне неинтересно писать на двух языках. Тем более, что по всем требованиям, министерским, для защиты и так далее, от меня абсолютно не требуют публикации в украинских изданиях. То есть всем, в принципе, все равно. Но всем интересно, будет ли я цитировать, будет ли моя статья в изданиях, которые включены в скорость. То есть вот два момента. И отсюда наиболее квалифицированные специалисты наблюдаем отток фактических с украинского, с украиноязычного рынка. Я подчеркну, что национальный рынок, национальное пространство языковое, оно имеет значение, потому что если мы уходим в англоязычное пространство, фактически тут страдает и научная терминология в данной области, и язык. То есть есть последствия. Это хорошо может быть для какой-то глобальной науки, но для национальной науки это может быть проблемой. Второй момент, который опять же нас подталкивает либо к негодовности в принципе публиковать статьи в международных изданиях, либо публиковать их только в международных, это то, что на украинском информационном пространстве фактически нет механизмов учета, ранжирования отечественных изданий и публикаций. У нас вот есть, допустим, примеры. Уран или библиометрика украинской науки, да, они как бы ранжируют, ну, не как бы действительно ранжируют, рассчитывают рейтинги украинских ученых, но они рассчитывают эти рейтинги по Web of Science, по Scopus, по Google Score и так далее. То есть да, это рейтинг ученых, но где здесь рейтинг ученых относительно того, что он делает на национальном языковом пространстве? Есть какие-то начинания, да, они есть, которые представляют собой попытки, наверное, хорошие, успешные попытки, собрания украинско-украиноязычных изданий, журналов, это Ели Букар, который занимается открытыми архивами университетов, ну и так далее. Науковая периодика Украины, реферативный журнал Джерелова, наистарейший. Это можно расценивать, наверное, как индексы, как реестры, но как инструмент наукометрический это никоим образом нигде не оговаривается. Да, я могу быть в Джерели, но на мою защиту диссертации это никоим образом не повлияет, потому что мне нужно школить. Момент зерка. Ну и следствие этого опять такие, что виток, витик, отток отечественных изданий, поява фейковых журналов. То есть то, о чем мы уже говорили, научные, дальше я буду говорить о количестве украинских изданий, которые индексируются в международных базах, в частности гуманитаристика наша. То есть там достаточно грустные показатели. То есть понятно, фейковые журналы, которые регистрируются быстро и позволяют нам быстро получить вот эту вот галочку. Кстати, по вот такой статистике, неформальной, я не знаю как, наилучшие наши журналы пока гуманитарные, они не индексируются еще. То есть в индексы попадают те однодневки, которые созданы сегодня, в которые вложены деньги, которые рассчитаны на быстрый результат. То есть вот такой вот зазор получается между качеством и индексацией. Ну и, естественно, недоступность публикации для читателей уже в силу низкого уровня подписок наших библиотек, наших университетов на эти ресурсы. Ну, это дальше. Дальше. Почему я говорю об отраслевых ресурсах, а не общенаучных? То есть представленность гуманитаристики в том же скопусе, правая картиночка, то есть physical sciences, health sciences, and life sciences, вот три самых больших сектора. Это вот на них приходится. И зелененькое – это то, что приходится на social, да? Ну, это всем известные, наверное, данные, но я повторяю. В social, причем включается искусство, экономика и все на свете. То есть, собственно, гуманитаристики тут, я не скажу точные цифры, но мизерно как-то тоже. Поэтому, собственно говоря, если я представляю философию, то сравнивать вот с philosophy и health sciences, ну, то есть, как бы количественно мы всегда будем плестись в хвосте, что, как бы, не всегда справедливо, качественно. Что касается украинских изданий, на сегодня, вот я смотрела по сегодняшним данным, 38 было, из них social sciences – это 8 изданий, и это science core collection. Все эти 8 – это экономика. Ну, еще, видимо, нет данных. В конце декабря одно из лучших изданий украинских в области философии, журнал «Синтенси» получил уже подтверждение от скопуса, то есть, он уже будет, и сейчас идет работа над включением еще одного тоже ведущего журнала «Философская думка». Ну, это в процессе. На сегодня философия где-то есть, но только не в скопусе. И, наконец, еще четвертый пункт, который я выделила, это нерелевантность международных баз данных для ряда специфических исследований, ну, как внутреннего характера. То есть, есть дисциплины, скажем так, экспортные, есть дисциплины местные. То есть, если мы исследуем развитие и становление киевской школы философии, понятно, что в международной базе данных эта работа не будет цитироваться, и украинский гуманитарий всегда будет вступать в этом украинскому физику, который пишет о каких-то вещах глобальных. То есть, в этом плане тоже, ну, то есть, гуманитаристика, она всегда обречена быть вот в каком-то таком вот хвосте научном. И, собственно говоря, что мы решили сделать, чтобы попробовать каким-то образом такой эксперимент, чтобы решить вот эти отмеченные четыре противоречия. Был создан в октябре прошлого года портал. Я не привожу здесь скриншоты, вот я вижу большинство докладчиков, или не описываю алгоритмы работы. В принципе, какие-то такие наукометрические порталы, они все плюс-минус одинаковые, то есть, я не думаю, что тут надо что-то дополнительно говорить. Так вот, вот сурдан портал, где кренят индексов философты, который вот задумывается не только как индекс цитирования, но мы его назвали индекс научной активности. Почему? Потому что в нем учитываются всевозможные типы активности, то есть, в частности, мы рассчитываем количество аспирантов, защитившихся под руководством конкретного руководителя. Исходя из рейтинга данного руководителя, мы, идя по восходящей, рассчитываем рейтинги, скажем, научных фаховых советов, дальше рейтинги факультетов и так далее. То есть, своеобразные алгоритмы, они все еще обсуждаются, какие-то разнообразные составляющие, проведенные конференции и так далее, из которых суммарно собираются какой-то общий рейтинг специалистов, институции, издания и так далее. Движок сейчас разработан нами тоже. Ну, это прототип, наверное, стоит его так назвать. Тем не менее, полностью рабочий. Он работает на портале philosophy.ua. Это домен основной, наверное, наш философский портал, давно уже в Украине, сейчас он так используется. Работает он следующим образом, как мы это себе видим. То есть, есть общая база данных, которая отражается на этом портале. К этой базе данных получают доступ сайты локальных организаций, которые мы тоже предлагаем разработать. И сейчас таким образом сделан сайт главного нашего журнала украинского, одного из главных, философского думка. То есть, он имеет свою оболочку, свой интерфейс, но он берет данные вот из этой общей базы данных. То есть, фактически, такая вот программа максимум, не знаю, амбициозная, может слишком, может невыполнимая, посмотрим, именно собрать на одной базе данных, отключить к ней ресурсы всех наших установ. В одной отдельно взятой области, гуманитарной, это не такой большой объем ресурсов, и это, в принципе, наверное, посильно воплотить за достаточно обозримый срок. Таким образом, как организовывается работа? Сейчас собрана команда, киевская координационная команда, которая отвечает за работу с разными информационными сущностями. То есть, есть люди, которые работают с кафедрами, с периодическими изданиями, с издательствами, факультетами, диссертационными советами и так далее. И вот эта сеть, она распространяется по факультетам. В общем-то, значительная часть философских факультетов уже наши партнеры на сегодня по Украине. И, как предполагается, сейчас здесь буквально сотни изданий, сотни текстов, по-моему, до 300 специалистов, и тоже, по-моему, несколько сотен публикаций. То есть, это как бы рабочая пилотная версия, но, тем не менее, она вот таким образом действует. То есть, какая задача и какой месседж, собственно, был у моего доклада? То есть, возможно, когда речь идет о каких-то специфических областях, эффективным будет не только интеграция в международное пространство, но и развитие нашего пространства. То есть, это две независимых, наверное, ветки развития, одна из которых не может исключать другое. И вот тот акцент, который сейчас делается в Министерстве Маслиты и так далее, на вот этот тотальный переход на международный рынок, он и плохо, и хорош одновременно. И в наших условиях, вот сегодняшних, с учетом наших недостатков от языковых до других, это, ну, это критично на самом деле, потому что мы не можем вот так вот взять и сегодня же всю систему перевести куда-то. То есть, это долгие-долгие процессы. И когда у нас, например, сегодня цитирование в РИНС котируется выше, чем цитирование в украинском журнале, то есть, эта политика не ведет к развитию украинской науки, как какого-то целого. И, собственно говоря, вот такие ресурсы, подобный портал, естественно, можно клонировать и приспосабливать под другие сферы. Я считаю, что они необходимы. И другое дело, каким образом объяснить ученым, что это нужно. И как их замотивировать, если на нормативном уровне это не требуется. Ну, вот я думаю, что это такая задача. И благодарю за внимание.